Знаменитый врач-профессор Ф.Ф. Преображенский вел частную практику и принимал пациентов на дому. Весь день к нему шли посетители. Вот и сейчас в приемной сидели двое из комитета по делам международных культурных связей. Анатолий Виноградов, занимавший должность заместителя председателя, пришел просто поддержать друга. А вот председатель комитета, начальник и друг Анатолий Николай Михайлович Богдановский ждал от врача помощи. «Я известный общественный деятель, профессор, что же теперь делать? Господа!» – возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так, нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?» «Четырнадцать, профессор! Вы понимаете, огласка погубит меня! На днях я должен получить командировку в Лондон!» «Да ведь я же не юрист, голубчик! Ну подождите два года и женитесь на ней!» «Женат я, профессор!» «Ах, господа, господа!» Профессор задумался, оба посетителя почтительно ждали. Из соседней комнаты выглянул молодой человек весьма приятной внешности. Улыбнувшись посетителям, он сказал. «Филипп Филиппович, простите, но вы не могли бы подойти? Очень важно, по поводу того эксперимента!» Профессор вышел, плотно прикрыв за собой дверь. На до ушей Николая долетали обрывки разговора. «Незаконно! Наш по-другому ведомство! Не прикроет! В тюрьму! Для аборта срок! У нее ребенок первый!» Дальше стало совсем неразборчиво. Через пару минут профессор Преображенский вернулся в приемную и твердо заявил. «Простите, господа, но я не могу вам помочь. Слишком большой риск, и я для него слишком стар!» «Даже за двойную таксу?» – спросил Богдановский. «Хоть за тройную! А если добавить вот это?» В ладони председателя лежали золотые часы, инкрустированные бриллиантами. Какое-то время профессор колебался, жадно с нем боролась с осторожностью. Но последнее победило, и Филипп Филиппович разразился гневной отповедью. «Я вам что, мелкий лавочник, торговаться со мной вздумали, как на базаре. Прошу немедленно удалиться. Ваш визит сохраню в тайне, так и быть, но помогать не стану. В сей же час покиньте квартиру!» И посетителям пришлось подчиниться. Выйдя из профессорского дома на Пречистенке, друзья пошли к девичьему полю. Зимняя Москва, укрытая снегом, была чудом как хороша, а золотые лучи вечернего солнца добавляли мягкости и уюта. Горожане то и дело останавливались и говорили друг другу «Гляди, какая это красота!». Но Николай не замечал ничего вокруг, он был просто в отчаянии. Профессор Преображенский был его последней надеждой, и та оказалась напрасной. Пикантное приключение с юной пианисточкой угрожало крахом всего. Скоро беременность Леночке станет заметна, все раскроется и будет грандиозный скандал. Жена выгонит, ее родня потребует вернуть долг, а из комитета тут же выбросят и затаскают по судам. Газеты обязательно напишут об этом, особенно иностранные. Такие новости из Советской России за кордоном очень любят. «Ох, позор, позор!» Богдановский обхватил голову руками и застонал. Друг похлопал его по плечу. «Знаешь, я тут подумал!» Николай с надеждой посмотрел на Анатолия. «Звучит как полночушь, но...» «Все равно, скажи, в Нижегородской губернии живет моя двоюродная тетка. Только не смейся, но она...» «Ведьма». «Ну, знаешь, в каждой деревне есть какая-нибудь знахарка, которая грыжа заговаривает, травами лечит. Ну, к моей тетке со всей округи бабы бегали, чтобы грехи свои скрыть. Она умеет плод из утробы вытравить. Может, тебе к ней Леночку свозить?» «Раз московские доктора все равно закона боятся, то ты к ведьме сельской побежишь. Где тетка-то живет?» «Деревня погиблого!» Дунул резкий порыв ветра, и Николай спрятал нос поглубже в шарф. «Название-то какое? Говорящее! Это последний шанс, не то я погибну!» «Не раскисай, старина! Я письмо напишу к тетке! Попрошу быть с тобой поласковей! Купи гостинцев, чай, сахар, курева, сладостей всяких! Да и вези свою пианистку в деревню!» «Поездка из Москвы погиблого шла очень легко. Даже с транспортом не возникло проблем. Погода стояла замечательная, безветренная и ясная. Лучи солнца, падая на снег, заставляли его вспыхивать мирядами искорок, и все вокруг выглядело нарядным и праздничным. Настроение у Богдановского было великолепное. Здесь, далеко от столицы, можно было пройтись под руку с юной пассией и не бояться, что увидит супруга или вездесущие знакомые. А с беременностью испокон веков решали же как-то крестьянские бабы такие вопросы. И без всяких столичных светил медицины». Николай улыбнулся, сидящая рядом Леночке, и та со счастливым вздохом прильнула к его плечу. Она тоже радовалась путешествию, но иногда, вспомнив о его цели, мрачнела и тяжело вздыхала. В такие моменты Николай старался ее развеселить, и девушка, привыкшая во всем на него полагаться, успокаивалась. Но уже рядом с деревней Леночку вновь одолели сомнения. В глазах заблестели слезы, и она робко прошептала на ухо. «Коля, а может не надо? Ребеночка жалко. Мы ведь поженимся, ты же говорил». Обняв девушку, Богдановский стал терпеливо объяснять, что ее родители не одобрят такого подарочка от 14-летней дочери. Что ему никак нельзя сейчас разводиться, и даже вызывать у жены подозрений, потому что долги, потому что теплое местечко в комитете. Да и вообще, сейчас очень неподходящее время. Вот потом, когда все наладится... Леночка вытерла слезы и вновь стала смотреть по сторонам. А мужчина вертел в руках конверт с письмом и думал. Думал, но о том, что животик у Лены едва-едва наметился, и даже под тонким платьем еще не виден. А вот лицо немного округлилось, в глазах появился особенный блеск, и этого хватит, чтобы внимательный человек все понял. Нужно как можно быстрее решить вопрос с беременностью и отдалить Леночку от себя. А то взяла моду ныть и спрашивать. Мало что говорил про поженимся, должна бы понимать, как жизнь-то устроена. Не маленькая уже. С раздражением Николай подумал, что в девушке начинают проявляться бабские черты, которые он терпеть не может. Хитрость, сварливость и способность бесконечно задавать один и тот же вопрос и не слушать ответ. То ли дело два года назад. Тогда Николай впервые увидел Леночку на выступлении юных талантов перед ударниками производства. Когда она вышла на сцену и села за пианино, у Богдановского перехватило дыхание. Это была страсть, наваждение, солнечный удар. Девочка была так хрупка, так привлекательна своей наивной свежестью. Ее почти детские, но уже с намечающейся женственностью лицо и фигура напоминали Николаю тугой бутон тюльпана в каплях росы. Бутону еще предстояло раскрыться и своей нетронутостью и загадкой он манил куда больше уже открытых цветов. Богдановский был очень осторожен. Он аккуратно расспрашивал о семье девочки и устроил так, что ее родителей перевели на производство из Подмосковья в столицу. Он нашел возможность общаться с Леной, не вызывая кривотолков. Сначала девочка избегала Николая и стеснялась его, хоть ей и льстило внимание солидного мужчины, носящего французское пальто и фетровые ботинки. Потребовалось время, чтобы Леночка всецело доверилась ему. И тогда для Николая настали счастливые дни. Он смаковал оттенки счастья целый год. И тут бах! Беременность! Что ж, Кэст Лавиа! Нужно закрывать эту дверь и уходить. И вот, наконец, погиблого. Жилище ведьмы находилось, как и положено, на отшибе. Путешественникам пришлось пройти через всю деревню, помимо заборов с брехающими из-за них собаками, мимо новенького дома культуры, на котором красовался транспарант со звучным лозунгом. И только на самой окраине показался дом тетки Анатолия. Самый обычный неказистый деревенский дом. Николай уже поднял руку, чтобы постучать, но дверь вдруг сама распахнулась. На пороге стояла хозяйка, тетя Маланья, одетая в длинную юбку и потертую кожаную куртку. На голове пестрая косынка, повязанная на затылке узлом. Женщина не была молодой, но и назвать ее старухой язык не поворачивался. Она напоминала морской утес, в котором время ветра и соль выточили всю мягкую породу и остался только твердый гранит. Так и в ведьме время убрало смазливую красоту юности, но выявило основу, дышащую силой. А взгляду женщины позавидовали бы опытные сотрудники ОГПУ. Цепкий, властный, он когтями впивался в душу и видел человека насквозь, со всеми страстишками, помыслами и желаниями. От него хотелось спрятаться или сбежать подальше. Леночка покраснела, как помидоры, и вжала голову в плечи. Николай с трудом, но выдержал взгляд хозяйки, вежливо поздоровался и отдал письмо. Маланья распечатала конверт, пробежала глазами по строчкам и сказала. «Но расплемяш просит, помогу! Заходите, чаю выпьем, там и потолкуем!» Внутри дом колдуньи тоже выглядела обычно. Русская печь, стол, лавки, полки с посудой. На стенах висят вышатые полотенца. Красный угол пуст, но отсутствием икон теперь никого не удивишь. Робкая Леночка опустилась на лавочку и сидела, не шевеляясь. Николай отдал хозяйке гостинцы. На чай, сахар и папиросы Маланья едва посмотрела, а вот коньяку и конфетам обрадовалась. Самовар стоял горячим, будто женщина с утра ждала гостей. Она быстро накрыла на стол и какое-то время шел обычный разговор про погоду и новости. Потом вдруг Маланья сказала. «Ну, рассказывайте, что случилось!» «Знаете, Толя говорит, что вы... что у вас есть особенное умение, и вы можете помочь в одном крайне деликатном вопросе!» «Не крутись, голубчик, вокруг да около! Племяш сказал, что я ведьма?» «Да, примерно так». «Не соврал, я и вправду такова! Ведующая, то и знающая!» «На дворяне, преформы, новое общество, а тут...» «Бред! Может, она шутит?» Мелькнуло в голове у Николая, и он вгляделся в лицо Маланьи. Женщина была совершенно серьезна. Раздался звон, и все вздрогнули. «Простите, я не специально...» Пролепетала Леночка, поднимая крышку от сахарницы. «Ах, плевать! Бред не бред, лишь бы вопрос решился!» «Маланья, только вы сможете помочь! Дело в том, что у нас с любимой случилась неприятность!» «Предали страсти, были неосторожны, и на тебе подарочек! Избавить бы это!» «Гораз ты болтать-то! Говори прямо!» «От беременности избавиться хотим! Толя говорил, вы это можете!» «Могу! Нехорошее это дело, но вам виднее! А ты что молчишь?» Изогнула обрыв Маланьи и посмотрела на Леночку. «Хорошо, подумала! Тебе муки принимать, не ему!» От взгляда ведьмы девушка вся съежилась. Закусив губу, она молчала до так долго, что Николай перепугался. «Откажется! Сейчас точно откажется! Дрянь малолетняя! И всему конец!» Но Леночка тихо сказала. «Не нужен нам этот ребенок! Хозяин-барин!» Развела руками Маланья. «Значит так, не волнуйтесь, мое средство проверенное, только сразу договоримся! Вы оба слушаетесь меня, не спорите и вопросов не задаете! Ясно?» «Да!» Пискнула Леночка. Николай согласно кивнул. Ведьма хлопнула ладони по столу, словно закрепляя договор, и поднялась на ноги. «Останьтесь здесь на ночь! Девочке отлежаться надо! А у меня вон там вторая комната с кроватью! Мы с тобой, касатик, пойдем в лес и до рассвета все закопаем! Точнее ты! Только твоими руками надо! И до тридцать червонцев вперед!» «Однако!» Присвистнул Николай. «В лес-то зачем? Зима же, земля мерзлая! А цену какую ломите! Московский профессор, мировая величина, делает операции за пятьдесят, а вы тридцатку требуете!» А Толя говорил, попросит в письме за нас, в честь дружбы. «Это с дружбой? Ничего, не обеднеешь от тридцатки червонцев! Ты ж не девка деревенская, у которой нет ничего, а кроме обусы и ленты! А в лес идти, порядок такой, не нами заведено и не нам его менять! Не нравится, выметайся! Не я же к тебе приехала!» Престыженный Николай протянул ведьме купюры и извинился. Та презрительно усмехнулась, но деньги взяла. «Ну, идем, сейчас и начнем!» Даже Богдановскому стало не по себе, а Леночка и вовсе задрожала, как осиновый лист. Но дело есть дело, и Николай, подхватив девушку на руки, понес ее в комнату, куда только что ушла ведьма. Бережно поставив Леночку на пол, Богдановский огляделся. Комната была ярко освещена, повсюду горели свечи, на стенах висели полки, а на них господствовал полный хаос. Облезлое чучело ворона соседствовало с книгами, пучками трав и перьев. Разные шкатулки громоздились в крайне неустойчивую на вид пирамиду. На одной полке лежала куча всякой всячины, верхушку которой венчал звериный череп, чей именно Николай определить не смог. Под окошком стояла кровать, слива от нее стол и табуреты из грубо обработанных пней. В углу сундук, накрытый волчьей шкурой, а в правом углу стоял большой валун. Плоская его верхушка была покрыта царапинами и засухшими потеками, камнем явно часто пользовались. «Это алтарь!» – догадался Николай. «А бурые следы? Уж не кровь ли?» Над алтарем висела картина. Богдановский присмотрелся и застыл, раскрыв рот от удивления. Художник был великим мастером. В существе на картине он сплел медвежьи и человеческие черты так ловко, что нельзя было сказать, где заканчивается одно и начинается другое. И чего больше, звериного или человеческого? Лицо существа слева было женским, справа мужским, и обе половины плавно перетекали одна в другую, а снизу преображались в медвежий подбородок. Существо сидело на упавшем дереве, положив руки на колени. Вроде бы спокойная поза, но во всем теле чувствовалась мощь и угроза. «Если захочет, то бросится вперед, и...» Впервые в жизни Николай ощутил, как волосы сами встают дыбом. Существо на картине вызывало древний животный страх и... восхищение. Оно завораживало, на него хотелось смотреть, как притягивает взгляд гроза или лесной пожар. Воплощенная мастихи, чужая, непокорная, непонятная, но бесконечно прекрасная. «Кто это?» Спросил Богдановский. Ведьма произнесла одно короткое, но емкое слово. «Хозяин?» «Это какой-то языческий бог славян?» «Можно и так сказать, у него много имен и обличий, ведь он хозяин». «Ладно, хватит болтовни, к делу, садитесь оба туда, за стол!» Чиркнув спичкой, Маланья зажгла красную свечу, поставила ее на алтарь, на него же покрошила кусочек хлеба. И стала быстро-быстро шептать что-то, глядя на медведя-человека. Николай напряг слух, но не разобрал ни слова. Потом ведьма ловко выудила из пирамиды шкатулок нужную и поставила ее на стол. «Тут обрезки ткани, нитки, вы двоем должны сделать из них подобную куколку. Вот, поглядите!» Такими куклами испокон веков играли крестьянские дети. Тело искатанное в трубочку и согнутое пополам тряпице, а раскинутые руки из другой тряпочки, подернутой на крест. «Берите, что хотите, а как сделаете, дайте кукле имя, какое дали бы своему ребенку. Так и скажите, если мальчик, то называю тебя, а если девочка, называю тебя. Вслух скажите, вместе!» Гости принялись за дело. Получалось плохо, то тряпочка разваливалась, то нитка запутывалась, то и глаз застревала. Николай злился, Леночка глотала слезы, но все же понемногу работа шла. Пока гости корпели над куклой, ведьма вышла в соседнюю комнату и долго гремела там посудой. Вернулась она с глиняным кувшином и кружкой в руках. «Вот, готово, пойдет?» «Да», – протянула ведьма, разглядывая кривенькую куклу. «Ну ладно, имя теперь дайте». Посовещавшись, Николай и Лена в полголоса сказали, «Если ты мальчик, называю тебя Илья, если ты девочка, называю тебя Нина». «А теперь, голубушка, возьми куклу и положи под платье, прямо к животу. Вот, правильно, а теперь выпей весь кувшин. Это то самое средство». Гости с опаской склонились над кувшином. Он до краев был заполнен темной жидкостью с пряным запахом. «Пелена, все будет хорошо», – сказал Богдановский и налил из кувшина в кружку. Трясущимися руками девушка взяла ее и сделала первый глоток, потом второй, третий. «Вкусно, на компот похоже», – сказала Леночка и тут же застеснялась от своих легкомысленных слов. Вскоре кувшин был выпит, девушка положила руки на низ живота. «Ой, что-то тянет!» «Началось!» Маланья уложила Лену в кровать, а Богдановского погнала за дверь. «Подожди там, можешь по двору пройтись или по улице, только не трепись языком! Иди, нечего под руками крутиться! Я позову!» Николай не знал, куда себя деть. Он много раз измерил шагами комнату, рассмотрел вышивку на полотенцах, нашел на полке газеты и свежий номер журнала «Красная Нива». Тщательно перечитал все. Но ничто не облегчало томительное ожидание. Из-за двери слышались крики и жалобные стоны Леночки. Николай пытался войти в комнату, но ведьма всякий раз его не пускала. Он чувствовал себя беспомощным и от этого еще больше злился. «Дешевый спектакль, свечи, кровавый алтарь, чудище на картине! Ладно, темные крестьяне, но я-то! Я образованный человек, как согласился на этот бред!» «А все то ли!» «Вези, — говорит, — свою пианистку в деревню!» «В тетке вся круга бегает!» «Вез!» «А если Ленка помрет от ее пойла, что делать?» Богдановский оделся и вышел во двор. Стемнело, и на черном небе сверкали звезды, яркие, каких не увидишь в городе. Николай обошел дом и попытался заглянуть в окошко второй комнаты, но зря. Оно было закрыто плотной занавеской. Разочарованный, он вернулся внутрь и вовремя. В доме стало очень тихо. Дверь открылась, и вышла Маланья. В руках она держала тазик с какими-то тряпками. Она молча посторонилась, и мужчина бросился в комнату. Внутри пахло кровью, травяным дымом и рвотой. На кровати в чужой белой сорочке лежала Леночка. Глаза закрыты, а тонкая рука свисает безжизненной веточкой. «Лена!» Богдановский встал на колени у кровати и взял девушку за холодные пальцы. «Ты меня слышишь?» Леночка открыла глаза. Она была очень слаба, но нашла в себе силы улыбнуться и сказать. «Коля, все хорошо. Я больше не беременна». Богдановский заплакал от облегчения. «Наконец-то! Опасность миновала! Теперь все будет как раньше и даже лучше!» Он плакал, уткнувшись в одеяло и слабая рука Леночке гладила его по голове. «Касатик, иди-ка сюда!» Донес ей за двери голос Маланьи. Пожелав Леночке поскорее поправиться, мужчина вышел. Ведьма сидела у окна и задумчиво смотрела в ночь. Уставшая с растрепавшимися волосами, сейчас она выглядела обычной женщиной. Что бы она ни делала с Леной, это отдалось ведьме нелегко. Николай сел рядом. «Как она?» «Сейчас ей плохо. Плод из утробы выкинуть, это не на танцы сходить. Ничего, она молодая, к утру оправиться!» Галантно поцеловав ведьме ручку, Богдановский сказал. «Не знаю, как вас и благодарить. Вы спасли мою репутацию, мою карьеру и в конечном счете жизнь!» «Ну, брось эти старорежимные нежности!» Нахмурилась Маланья. «Пошли, дело еще не закончено!» «Куда? Ночь ведь!» «Я же говорила, в лес!» «Ребенка нерожденного ты должен закопать своими руками и до рассвета, иначе ни ему, ни людям покоя не будет. Пакостить станет и не угомонишь потом!» Богдановский увидел в углу деревянный таз. В нем лежал ком окровавленных тряпок и сверху та самая куколка. «Может, лучше утром или в бане сжечь и не тащиться в лес?» «Содержимое таза ведь никуда не убежит!» «Болван!» спылила Маланья. «Сам ни ухо ни рыло, так хоть с умными людьми не спорь! Порядок такой, и не нам его менять!» «Дух этого ребенка неродившегося отцепился от тела и будет бродить сам по себе!» «Он недоразвитый, злой и глупый, а без тела развиваться не может!» «И он в такую нечисть со временем переродится, что наплачешься!» «Пошли уже!» «Я все приготовила, в сенях мешок лежит!» «Я его возьму, а ты — таз!» «Духи — нечисть!» «Чушь какая!» «Но проще сделать, чем спорить!» «Утром уедем, и я все забуду, как глупый сон!» Подумал Николай. Было ясно, и луна щедро заливала округу серебристым светом. Ночь была довольно теплой, но Николай в мудном пальто промерз до костей. Однако он не жаловался и упорно следовал за ведьмой, которая с фонарем шла впереди. Куда они идут, он перестал понимать очень быстро. Кругом только темнота и бледные стволы берез, которые все одинаковы. И тишина. Нарушает ее только зловещий скрип ветвей, звук шагов и своего же дыхания. Ночной лес пугал Богдановского до Одери, но он смотрел только на огонек фонаря и, сжав зубы, шел впереди. Наконец, они остановились на просторной поляне. Маланья указала пальцем. Вот тут зарой, у корней. Снег расчисти и разведи костер. Земля прогреется и проще копать будет. Давай, давай, старайся. Не сумел стручок свой в штенах удержать. Сумей теперь руками поработать. Николай пропустил грубость мимо ушей. Пусть болтает, не жалко, лишь бы скорее вернуться в тепло. Пока костер прогорал, мужчина спросил, чтобы скрасить ожидания. Маланья, а как ты получила свои способности? По наследству, но и учили меня кой-чему. Говорят, что царь Иван Грозный однажды приказал казнить сильного ведуна. Тому дароши с соседней деревни, еще до Рюрика, достался. А ведун перед казнью передал свой дар одному стрельцу. Это был мой предок. С тех пор кому-то в нашем роду способности к ворожбе достаются. Не боишься, что большевики тебя прижмут? Они такое не одобряют. Звонкий смех Маланьи полетел по морозному воздуху. Я с большевиками не ссорилась, а ведовство при любой власти будет. Людям это нужно. Верь, не верь, а оно есть. Мы и лечим, и утешать, и по-всякому помочь умеем. Это часть природы, и все. А вот ты про нечисть говорила. Она тоже часть природы. Конечно. О, гляди, костер прогорел. Пора. Богдановский стал копать и вскоре согрелся. Было тяжело. Земля не хотела поддаваться даже добротной немецкой лопате, которая неизвестно откуда взялась у деревенской ведьмы. Таз с тряпками в яму клади. Командовала та. А куклу оставь, как землей закидаешь, ее сверху клади, а потом снегом укрой. Посмотрев на окровавленный ком, Николай почувствовал противную смесь вины и отвращения. Если мальчик, то Илья. Если девочка, то Нина. Вспомнилось ему. Жаль, что все так вышло. Тряпичную куклу Николай пристроил на холмике, забросал все снегом и устало выпрямился. Готово. Вроде все правильно сделал. Маланья? Фонарь висел на ветке, но ведьмы нигде не было. Маланья, что за шутки? Вернись, ты где? Тишина. Маланья, сто черванцев дам! Эй, ау! Та же равнодушная тишина. Сердце бешено заколотилось. Николай прикусил губу, давя панику. Может, вредная баба просто издевается над ним? Или отошла по нужде, а он и перепугался? Надо подождать. Казалось, прошла целая вечность, но Маланья так и не появилась. Николай едва не сорвал голос, но ответа на его отчаянные вопли не было. Ведьма бросила его одного в ночном лесу. Никогда в жизни Богдановскому не было так страшно. Среди белеющих в темноте стволов ему чудились тени и злобные взгляды. Тут подиеволки с медведями водятся. Сожрут, не дотяну до утра. Где-то за спиной вдруг затрещал кустарник, заскрепел снег под чьими-то ногами. Кто-то большой, тяжелый и не боящийся леса шел сюда. Николай схватил лопату и покрепче сжал ее. Эх, ружьё бы! Вот уже качнулись кусты на краю поляны и мужчина поднял фонарь повыше, надеясь, что свет отпугнет животное. Пусто. Из кустов никто не вышел, но в снегу словно по волшебству стали появляться следы. И они шли прямо к Богдановскому. Паника захлестнула Николая, и он, швырнув лопату, побежал прочь. Он помчался в чащу, не разбирая дороги, споткнулся и упал на четвереньки. Фонарь улетел в сугроб и погас. Сейчас оно меня сожрет. Обреченно мелькнуло в голове, но кругом было тихо, не трещали ветки, не слышно шагов, никто не трогал Николая и не пытался его съесть. Обошлось? Вдруг мужчина понял, что под его левой ладонью что-то лежит. Он взял этот предмет, достал его из-под снега. Тряпичная куколка! Как она здесь очутилась? Присмотревшись, Николай понял, что это другая кукла. Тряпочки и нитки другого цвета, да и выглядела она старой и полинявшей. Страшная догадка поразила Богдановского и он принялся рыться в снегу. Так он нашел еще пять разных кукол. Это могилы. Да тут целое кладбище. То ли сказал, со всей округи к тетке бегали. Здесь эти после абортов лежат. Стоп, ведьма же говорила, духи остаются, нечесть. Получается, они тоже где-то тут. По спине пробежали мурашки. Николай вскочил на ноги и швырнул куколку в снег. Сердце билось так, будто хотело проломить грудную клетку изнутри. Ощущение опасности нарастало и лесная тишина буквально давила на уши. И в этой тишине за спиной раздался гаденький детский смех. Так смеется ребенок, который делает пакость и знает, что взрослые за нее не накажут. Волчевой над самым ухом не испугал бы Богдановского сильней. Он грязно выругался и обернулся, ожидая увидеть кого угодно, от черта до маланья с переносным патефоном. Но он точно не ожидал увидеть пустоту. Снова ничего. Никого, только снег блестит в лунном свете. «Эй, я тебя не боюсь, не прячься, дай себя увидеть!» Срывающимся голосом закричал Николай. Но невидимый насмешник не показался. Какое-то время Николай стоял до боли вслушиваясь и вглядываясь в лес. Но все было тихо, мужчина немного успокоился. «Может, мне все показалось? Надо вернуться на поляну и ждать. Утром разберусь, как из леса выйти. Должна же быть тропа, ну или наши смоланьи следы. Лишь бы снег не пошел, а то замерзнет все». Он еще немного постоял, набираясь решимости и двинулся обратно по своим следам. Так Николай добрался до поляны. Раздвинув кусты, он шагнул на открытое место и вскрикнул от неожиданности. Посреди поляны спиной к нему стояла Маланья. «Сволочь!» завопил Николай. «Куда ты делась?» «Куда надо?» спокойно сказала ведьма, даже не оглянувшись. «Хозяин звал!» Возмущенный до глубины души Николай подбежал к ней, схватил за плечо, заставил обернуться и... закричал от ужаса, увидев ее лицо. Отпрянул назад и споткнувшись уполз за спину. Лицо Маланья было наполовину человеческим, наполовину медвежьим. Она стала выше, а на руках и ногах под кожей бугрились мышцы. Кончики пальцев венчали черные когти, которым позавидовал бы любой медведь. Ведьма шагнула вперед и нависла над Николаем. Тот заслонился руками, но разве это могло помочь? «Прости, москвич, иногда детей и хозяина нужно кормить, тем более ты мне сразу не понравился!» Одним взмахом когтистой руки ведьма вырвала несчастному горло. Кровь рекой хлынула из раны, Николай задергался в конвульсиях и быстро обмяк. Сунув в рот два пальца, ведьма лихо по разбойниче свистнула. Очень внимательный наблюдатель, случись такое рядом, увидел бы едва заметные в лунном свете тени. Они слетелись к телу Николая. «Надеюсь, племяш не догадается, а если поймет, то не слишком на меня разозлиться!» задумчиво сказала Маланья. «Все-таки дрянь был человечешка, а еще председатель. Ах да, кое-что для хозяина!» Она наклонилась и вырвала у трупа сердце. Бережно завернув его в чистое полотенце, ведьма убрала сверток в сумку. Потом отыскала лопату и фонарь забрала их и двинулась прочь из леса, а за ее спиной снежный вихрь заметил следы. Утром сапожник подобрал по дороге далеко за деревней погиблого Леночку. Она легко назвала свое имя, возраст и домашний адрес, но как она очутилась в Нижегородской губернии и что случилось последние два дня девушка совершенно не помнила. Добрый сапожник отвез Леночку в Арзамас со столичными коллегами и через несколько дней девушка вернулась домой к родителям. До конца жизни она так и не вспомнила что же с ней произошло. Исчезновение председателя комитета по делам международных культурных связей Николая Богдановского перед самой командировкой в Лондон стало громким делом. Искали его долго и тщательно, но Николай исчез, словно в воду канул. И никто не подумал, что истерзанное медведем тело, найденное летом в Нижегородском лесу как-то связано с пропавшим зимой москвичом. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот наш главный герой получил по заслугам, как мне кажется, и хочу сказать большое спасибо автору данной истории, все ссылочки на нее есть в описании, а я, как и всегда, с вами не прощаюсь, не забывайте ставить большие пальчики вверх, бить в колокол и услышимся в следующей интересной истории.